Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, насколько важно это мероприятие и для чего оно вообще проводится? Ну, в свете последних событий, связанных с ситуацией на Украине, связанной с ситуацией на Ближнем Востоке, мы понимаем о том, что те лихие 90-е, когда было упущено время воспитания молодежи, и мы много времени потеряли, теперь в этом потенциальная необходимость для того, чтобы сберечь нашу Родину и сберечь то поколение, которое не участвовало в военных действиях. И в последующем, я думаю, если мы воспитаем нормальное поколение, возродим в себе чувство гордости за свою страну, за свою Родину, и, прежде всего, Советский Союз, мы сумеем добиться, прежде всего, мирным путем того, чтобы мир одумался. И, как сказал Александр Григорьевич Лукашенко буквально неделю тому, говорит, такое ощущение, мир сошел с ума. Говорит, и надо остепениться, ибо нам нечего бряцать оружием, нечего потворствовать тем попыткам Запада переписать историю. И вовлечь нас в какие-то непонятные игры. Но мы знаем о том, что после Первой мировой войны Соединенные Штаты, не участвуя в ней, получили 30% золотого запаса мира. После Второй мировой войны за счет Ленд-Лиза и всего они получили 50% золотовалютных запасов. Но и теперь стремятся к тому, чтобы Третья мировая война возникла, и они тот долг, который у них равен 18 триллионам, то есть больше, чем ВВП страны, тоже списать. Так зачем нам идти на поводу тех людей, которые поступают нечестно в отношении к нам. И так мы в 17-м году революция, в 37-м году репрессии, в 41-м, 45-м году Великая Отечественная война, потом развал Союза, опять эти оранжевые революции, сколько можно нести. Надо спокойно воспитывать наше подрастающее поколение, самим во многом осмыслить те поступки, которые мы совершаем, подальше отбросить все те непонятки и те распри, которые существуют между нами, после того, как мы разбежались по суверенным государствам. И понять, что только вместе мы можем обеспечить себе лучшую, спокойную и безопасную жизнь.